В общем, всем привет! Меня зовут Сергей, и это будет такой экспериментальный выпуск специально для канала Кверси. Собственно, попробуем обсудить тему технологий, ну а если точнее, очко виртуальной реальности Oculus Rift. Наверняка вас интересует, что же из себя представляет эта самая виртуальная реальность. Как выглядели первые протодибы устройств, способствующие погружению в неё, какое имели строение и когда поступит массовое протрибление. Но давайте пойдём по порядку и начнём, пожалуй, с истории их создания. Как ни странно, но первые прототипы появились ещё в Соединённых Штатах в 1967 году. Кстати, за три года до этого Станислав Лем опубликовал книгу «Сумма технологий», где в красках описал всю перспективу создания и возможности реализации виртуальной реальности. В течение последующих 30 лет было снято множество фильмов на эту тему, где почему-то ни слова не говорилось о возможных минусах будущих разработок. Саму идею создания очков виртуальной реальности сразу подхватило множество компаний, среди которых была и Nintendo. Создав очки для своей тогда суперпопулярной приставки Dendy, которые имели всего два цвета, она, как и все другие, понесла серьёзные убытки, так как в то время уровень технологий просто не позволял сделать достойные очки виртуальной реальности. Так продолжалось до появления Palmeral Lucky в 2010 году. Молодой программист, ранее занимавшийся разработкой игры Quake и первая дума, выступил с необычным предложением. А что если взять и просто отбросить всё, что было запретено до этого, и создать абсолютно новый проект очков виртуальной реальности? После этого заявления он основывает компанию Oculus VR, и уже 1 августа 2012 года он добавляет свой проект с одноимённым названием на Китстартер, где нужную сумму для начала разработок в размере 250 тысяч долларов набирает всего лишь за первые 4 часа. Через 2 недели она увеличилась до 2 миллионов, ведь его поддержало более 10 тысяч человек. Неудивительно, что спустя всего 2 года на выставке Gamescom, что проходит в Германии, компания представила свой первый прототип очков виртуальной реальности под кодовым названием Oculus Rift Development Kit 1, ну или сокращенно DevKit 1. После этой презентации проект сразу поддержало множество разработчиков, в числе которых были Тим Свинни, Крис Робертс, Клифф Близинский и, разумеется, сам Гейб Ньюэлл. А Джон Кармак лично согласился поддержать проект и заняться его дальнейшей реализацией. Недавно вышел и второй прототип DevKit, который в настоящее время и является основным. Да, это всё очень интересно, но какой же всё-таки принцип работы у этих самых очков виртуальной реальности? На самом деле не такой уж и сложный. С помощью компьютера и через HDMI на встроенной в очки дисплей с частотой 75 Гц транскитуруется изображение. Разрешение этой самой картинки у DevKit 2 достигает 1920 на 1080 пикселей. Но так как у нас бинокулярное зрение, его приходится делить на два. В результате мы получаем примерно 1080 всего лишь на 920. Также в комплекте с очками идут диоптрии, ну или проще говоря линзы. Благодаря которому увеличивается угол обзора и создаётся объёмное стереизображение. Так как в поле зрения каждого глаза попадает небольшая часть соседней стороны дисплея. В принципе, как и в реальной жизни. Перейдём наконец к самой главной составляющей части очков виртуальной реальности. В их корпус монтировано множество инфракрасных датчиков, служащих для отслеживания оборотов головы в пространстве. Кстати, с выходом Oculus Rift 2 в комплект для улучшения работы этой технологии добавился специальный трекер. Примерно в то же время компания Apple выпустила свой собственный гаджет, который просто взорвал индустрию виртуальной реальности. Как думаете, что же это могло быть? Ладно, не буду вас томить, в общем это был Sleep Motion. Это устройство позволяет фиксировать движение кистей рук и даже пальцев, параллельно создавая их точную модель в виртуальном пространстве. И казалось бы, вот оно будущее, возможность полностью освоить тактильное управление. Но на самом деле, даже это ещё не предел возможностей. Особенно если учесть разработку одной компании, позволяющей не частично переместиться в виртуальную реальность, а сразу целиком. Vertux Omni создала контроллер в виде беговой дорожки, параллельно выпустив к нему ряд геймпада в виде оружия. Самое удивительное, что такая сложная система отлично работает без каких-либо драйверов, благодаря чему на её основе уже оптимизировали так много игр. Разумеется, существуют и другие разработки для ещё большего погружения в виртуальную реальность. Чего только стоят недавно анонсированные контроллеры для Oculus Rift, которые станут отличной заменой связки кинекта и геймпада от Xbox, на которой ранее и были оптимизированы Oculus Rift. Но ведь всё это только вспомогательная часть, лишь способствующая погружению в виртуальную реальность, но не создающая её. Наверняка были и другие компании, которые также как Oculus вели уже свои разработки в этой сфере. Разумеется, были, но о них как-нибудь в следующий раз. Если вам понравился формат данного видео и вы открыли для себя что-то новое, то ставьте лайк. Также подписывайтесь на канал QWERTY, чтобы не пропускать новые выпуски, ну и если будет время, заглядывайте и на мой канал. В принципе, на этом всё, всех с наступающим Новым Годом и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok